Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Управление активами» и с нами сегодня наш коллега из Москвы Андрей Коваленко. Андрей, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Рад приветствовать всех в эфире. Начнем наш обзор, включим демонстрацию рабочего стола и перейдем к анализу рынка. Так, самое главное – найти нужный. Один из 12 экранов. О, нашли! Симпатичный такой экран у вас. А, так, ну ладно, пускай этот будет. Так, сейчас, секундочку. Нет, нет, если не этот, то ради бога, включайте тот, который нужен. Это наша охрана спит. Так, о, вот наш любимый экран. Так, давайте включим, как всегда, индекс доллара и начнем анализировать. Итак, что мы с вами предполагали на дневном таймфрейме? Предполагали следующую ситуацию. Ситуация следующая. График у нас очень хорошо нарисовал такой вот баланс. на объемах мы вышли выше контрольного уровня 94. И что мы с вами предполагали? Что так или иначе, мы, скорее всего, подойдем к отметке 92.6. Вот, и смотрим, что индекс доллара здесь у нас, давайте более детально уже просмотрим этот момент, потому что он весьма примечателен. То есть мы видим при приближении к данной отметке выброс повышенных объемов и видим, что цена просто легла на эти объемы. Вот, то есть это говорит о чем? Что явно здесь присутствует покупатель, который хочет протолкнуть цену выше и держит свою позицию. То есть на уровне где-то 92.3 мы это с вами четко отметили. Вот, и не видим никакого сопротивления в движении в этом направлении в северном. И давайте перейдем на часовой таймфрейм и более детально все с вами уточним. Уточняем уровень. Отмечаем контрольные внутренние уровни и получаем достаточно интересную картину. То есть на данном этапе, скорее всего, по замыслу, так сказать, ведущего игрока, который зашел своими объемами, у нас движение вверх, скорее всего, продолжится. То есть, возможно, сейчас мы рисуем так называемую точку вращения и предполагаем, что движение вверх продолжится с последующим ретестом интересного уровня 93.28.30. И потом можно будет рассматривать как минимум подтверждение района 94.20. Ну, 20.50 где-то так. Вот, то есть пока что смотрим на такой сценарий. В соответствии с этого рассматриваем евро-доллар, фьючер 6Е, естественно, предполагая дальнейшее движение на снижение. Вот, и, так сказать, никаких альтернатив этому движению предполагать не стоит. Итак, часовой таймфрейм. Давайте скорректируем уровни. Этот уберем и передвинем на 1.2 вот этот желтенький уровень. То есть, что мы здесь увидели? Мы увидели, что, опять же, крупный игрок отметил 1.2, да, и после чего импульсом цена уходит вниз. Смотрим на 10 минутки и понимаем, что движение это происходит на объемах. На объемах. То есть, те товарищи, которые заходили и думали здесь отыграть движение куда-то повыше, видим, что их сломали. Сломали, то есть, стопы сняли. Вот, и на этих стопах двигаемся все ниже и ниже. Поэтому никаких покупок быть не должно. Работаем только в шорт. Далее смотрим фунт. Давайте с вами подкорректируем здесь некоторые внутренние уровни. Уберем то, что для нас уже, так сказать, незначимо. Вот, и так вот мы передвинем. И отметим, что все вроде очень хорошо, но не так красиво, как на евро. Не так красиво, как на евро. Но, однако, отмечаем достаточно техничную картину. То есть, что если это у нас вверху был вот такой вот крупный ложняк, и мы пробиваем вниз, то, скорее всего, падение продолжится весьма, так сказать, интересно и стремительно. Вот, то есть, текущие у нас, так или иначе, 1.34.90 будет, скорее всего, контрольным уровнем, от которого стоит развивать свои планы, так сказать, и предположения, естественно, тоже ориентируясь на движение вниз. Давайте посмотрим на часть, насколько мы уверены. Так, этот уровень. Вот так вот мы отметим, чтобы на всех таймфреймах у нас отображался. Вот, и посмотрим, как же здесь этот инструмент у нас преодолевает поддержку. То есть, смотрим, что достаточно интенсивно пробуют игроки пробить данный уровень, но смотрим, что все время происходит отскок. Мое мнение, что пробитие, скорее всего, произойдет, причем достаточно интересно и на импульсе. Ждем этого импульса и подтверждения. После этого работаем в шорт. Скорее всего, движение будет достаточно сильным. Вот, но, однако, посмотрим, пока что пробитие не произошло. То есть, пробитие должно произойти хотя бы под движением где-то к 1.34.40. Вот, тогда мы уже будем точно знать, что слом произошел. Так, давайте посмотрим золото, дневной таймфрейм. Та же картина маслом. То есть, здесь более технично это все происходит. Отличное пробитие уровня. Вот, ждем ретеста и работаем в продаже. Вот такая вот схема работы вполне подходит. Смотрим, что сейчас в моменте был тоже достаточно интересный выброс объема. Наиболее нам вот такая вот картинка для входа. Сейчас в моменте входить в продажи как минимум не стоит. То есть, это, так сказать, попытка впрыгнуть в уходящий поезд. Явные объемы на проталкивание. Вот этих товарищей снесли последний оплот и двигаемся. То есть, скорее всего, движение вниз продолжится. Если уж не втерпешь сильный, то, ну, подождите закрепление ниже 1, ой, 1269, где-то так, 290. Вот, чтобы была хотя бы такая вот картинка, тогда понятно будет, куда стопы ставить. Вот, и, так сказать, можно отыгрывать вот такой вот сценарий. Пока что не стоит, потому что, если войти здесь, явно, что будут пытаться как-то высадить. А этого нам никак нельзя. Депозит у нас один, и поэтому работать нужно осторожно. На 10 минутке видны основные реперные точки, основные реперные точки. И похоже, что движение будет достаточно сильным. То есть, доллар, так сказать, вкрепчает по всем направлениям. Так, 10 минутку мы посмотрели. Давайте перейдем к нашему любимому бренду. Что же здесь происходит? Как говорится, не все так однозначно. Отмечаем основные точки и уровни. Основные точки и уровни. Так, давайте мы посветлее его сделаем. 76,55 у нас основной такой, основная опора. То есть, в случае пробоя этого уровня, мы уже будем тогда, скорее всего, предполагать слом тенденции. На данный период времени, несмотря на то, что на меньшем таймфрейме, так сказать, рисуется некоторое предположение к тому, чтобы у нас нарисовалась такая красивая фигурка. То есть, не только я об этом мечтаю, потому что будет очень хорошая отработка тогда к следующей поддержке в район 72. Вот, пока что этого не случилось, но, однако, давайте посмотрим на часе, что же интересного у нас здесь имеется. Давайте вот так вот отметим. То есть, скорее всего, движение по технике будет где-то вот так вот. И потом попытка снять какие-то стопы в районе 79. Предполагаем такое движение. И после этого нужно будет смотреть. Если здесь у нас будет хороший паттерн на продажу, можно вполне прокатиться, так сказать, куда-то пониже. И вот в районе поддержки, который мы с вами указали, возникает достаточно очень интересный уровень, при пробое которого открывается достаточно интересное движение вниз. И внизу маячит 74. То есть, весьма и весьма интересный поход. Вот, но, однако, это наше предположение. Сейчас мы отмечаем, что вроде бы как все идет по плану. То есть, мы отыграли, смотрите. Тут явно вошел продавец, продавил, выстроились под него. Вот, и после чего, отмечая выше указанный уровень, у нас открывается вот такое движение. То есть, все как бы складывается к шорту. Это необходимо принять к сведению. Так, смотрим 10 минутку. Очень хороший вход был. Если кто зашел, то держим, так сказать, позицию как минимум 77.60. Ну, 77.70. Вот, то есть, здесь можно закрыть часть позиций и, так сказать, сидеть дальше. Так, смотрим по сишке. Сишка дневной таймфрейм. Как говорится, слава богу, отскочили. В прошлом нашем видео мы предполагали это движение. И давайте более детально уточним на часе. Вроде как все складывается по нашему плану. То есть, мы с вами отмечали, что необходимо придерживаться, так сказать, некого утверждения, что пока не продавили уровень поддержки вниз. То есть, в районе там 61.600, 61.500 плюс-минус. Вот. То есть, пока не продавили, стоит рассматривать покупки, что, в принципе, мы и делали. То есть, мы нашу позицию в ланге держим. На верхушках мы частично вот здесь вот фиксировались, нас выбило. Вот. Добавлялись внизу, грубо говоря, от тихущих. И сейчас тоже. То есть, держим свою длинную позицию. И видим, что, скорее всего, этот вот покупатель будет держать ланги. То есть, предполагаем выход вверх. Если падение нефти, так сказать, будет отмечено реально, то, скорее всего, мы с вами увидим движение к 63.380 плюс-минус. Вот. 34. Ой, 64, извините, я оговорился. Вот. 64. И с дальнейшим продолжением и попыткой, так сказать, потрогать где-то повыше. Так. Давайте посмотрим детально на 10-ти минутке. То есть, наше предположение как бы в силе. Возможно, мы пощупаем где-то еще в районе 62.400, 62.500. Вот. Плюс-минус. После чего, ожидаю, пока что все складывается так. Вот. Если же будет сценарий развиваться немножечко по-другому, и здесь мы продавим на объемах, пойдем ниже, тогда посмотрим, как будем, что будет происходить на 61.600, 61.500. То есть, смотрим, что будет происходить здесь. Лонги отменяются только если будет вот такой вот сценарий. То есть, подход к уровню, объемы и выход ниже. Тогда уже наши лонги, ну, грубо говоря, окажутся немножечко не в хорошем положении. Поэтому сидим и смотрим. Все, что выше, лонг. Так. Давайте посмотрим биткоин и перейдем к вашим вопросам, если таковые будут у нас иметься. То есть, у нас еще есть 10 минут. Ну, вот. Биткоин 4 часа. Итак, что мы с вами здесь, что для нас здесь очевидно? Очевидно, что пытаются ребята работать в блонг. Уровни поддержки достаточно для нас ясны. Основной такой, как бы, реперный уровень – это 7.380, 7.380. Вот. Не теряем надежду, что отсюда у нас будет продолжено восходящее движение, исходя из некоторых моментов. То есть, первое, что не такие уж большие объемы на продажу. Не такие уж большие. И пока что, ну, вот этот покупатель себя достаточно уверенно чувствует. То есть, все-таки я предполагаю, что будет хотя бы попытка движения обратно к 9000. То есть, ждем ретеста вот этой вот зоны красивой. Вот. И после этого пытаемся работать в лонг. То есть, предполагаю, что вот эти вот ребята будут защищать свою позицию. И увидим выход вверх. Если же все-таки этих красавцев продают, то, скорее всего, что будет отрабатываться вот эта вот вся мощная фигура. Поэтому все внимание на поддержку и работаем по сценарию. Так, давайте посмотрим на пяти минутки. Посмотрим на пяти минутки. Видим, что пытаются откупить. Откупить. Вроде как вошли объемы. 8,190, да? Вот. Хорошая проторговочка, после которой идет выход вверх. Но пока что не очень уверенно, потому что вот этот массивчик мы не прошли. Так что пока что у нас тенденция не сменилась. Считаю, что покупать еще рановато. Будем смотреть. Будем смотреть, друзья. То есть, пока что у нас все указывает к тому, что пойдут еще щупать поддержку. Во всяком случае, такое движение, скорее всего, будет присутствовать. Так. Написали ли вы что-то? Хорошо. Тут интересно вроде. Давайте сберем, посмотрим. И тогда уже будет понятно. Так. По сберу дневной таймфрейм. То есть, смотрите, вот то, что мы на стримах очень часто задают вопрос. Стоит ли там по полной заряжаться и идти в лонги? То есть, смотрите, вот очень хороший уровень, зона такая вот, которая говорит о том, что пока мы ее не прошли и красиво не закрепились наверху, то есть выше 20, плохо видно, 23,550, по-моему, да. Вот, 23,550. Пока мы, так сказать, красиво не закрепились наверху, предпринимать какие-то попытки серьезно заходить в лонг не стоит. Почему? Потому что, смотрите, вышли ложняком вверх, вот, и обратно в эту зону. То есть, скорее всего, мы тут побарахтаемся, а уже куда будем выходить из нее, из этого баланса, вот это уже будет интересно. Пойдем вверх импульсом, ну, отлично, значит, будем отрабатывать какой-то лонг. Если же мы все-таки, нас загнут и пойдут вниз, то понятно, что первая цель где-то в районе 19,600, вот, и, возможно, где-то ниже и ниже. Вот так вот, друзья. Игорь Николаевич. Поняли вас, Андрей, спасибо. Ну, и серый он раньше строил. Александра Нестерова теперь за вас взялся, пишет. А крупный игрок и ведущий игрок – это одно и то же лицо, или это муж и жена? Вот такой вопрос. Смотря кто ведет куда крупного. Вот, знаете, крупного взял за руку ведущий и ведет. Но ведущий всегда сильнее, это однозначно. Вот. А ведомый может быть крупным тоже. Ну, если, так сказать, уже абсолютно серьезно, то есть у вас эти категории крупные и ведущие – это одинаковые, или это не синонимы? Ну, я считаю, вы как хочешь, ты как хочешь это назови, главное – заработать денег на рынке. Вот, как бы так. По сути, это одно и то же, правильно? Я считаю, что вы, если вышли объемы, ну, это уже крупный игрок. А движение, которое следует после этого, то есть движение распределения этого объема – это ведущий. Ну, можно так сказать. Ну, по сути, это одно и то же. Поняли вас, спасибо. А вот гость 888 пишет, австралийцам можно посмотреть. Мы пропустили его вопрос. К сожалению, австралийца я не смотрю. Разве что настроить сейчас и посмотреть. Не надо. Мы сейчас ничего не успеем толком посмотреть, это понятно. Также в следующий раз, гость 888, давайте попросим Андрея посмотреть на австралийца. Андрей, как идет… Давайте остановим демонстрацию рабочего слова. Как идет торговля, то я, наверное, давайте покажу. А, давайте, да, давайте. Значит, мы… У нас сейчас в работе проект, вот этот вот проб «Американский рынок». Вот, ссылочки я дам в чате. Вот, ссылка на проб. По этой ссылке вы получаете огромнейшую скидку для прохождения отборочного тура. И вот наша торговля, значит, 906 счет. Многие интересовались, там, какой же у тебя эквити. Сейчас покажем эквити. Сейчас, секундочку, окно ордеров покажу. Давайте. Так, стейтмент. Так, 906 счет. Вот, опля с первого числа, давайте, пускай. Вот, и смотрим наш эквити. Как видим, эквити у нас хороший и растет и растет. То есть, мы работали по двум счетам. Первый счет, так, первый счет это был… Так, давайте начнем с этого счета. 905 счет. Значит, у нас хорошая тут тенденция развилась. Мы по нем заработали 1000, 015, да. Вот, и второй счет, это 906, вот, ой, пардон, 905, 906. И на втором счету этот счет 50 тысяч был в управлении. И тут тоже у нас более 1000. То есть, грязными 1900 и после вычета комиссии 1015. Так, ну вот, где-то так. Так что, все хорошо. Сегодня мы торговали, давайте я вам покажу, закрытые позиции. Сегодня мы торговали нефть в продажу, 16 число. Торговали нефть и пытались торгануть этот самый фунт, вот, фунт. Но нас выбило по безубытку, считайте. Заработано 212 долларов за сегодня. Общий счет 1015 за неделю, за 6 дней счета. Ну, отлично. Поняли вас, спасибо большое, Андрей. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Егор спрашивает. Андрей, вы как думаете, крупный игрок – это группа лиц по предварительному сговору? Или просто так совпали мнения многих? Я считаю, что если происходит, вот, именно, вот, давайте, если наглядно смотреть, вот, в кластерах, если я вижу, что где-то в какой-то момент вошла определенная сумма денег, то это один игрок. Вот, а потом уже он руководит позицией, руководит позицией или добавляется к этой сумме, либо начинает ее распределять. Или бывает, что один и тот же игрок входит, ну, грубо говоря, с двух счетов, да, вот, одинаковое количество на покупку и на продажу, и потом начинает манипулировать. А если за час, грубо говоря, этот объем мы уже видим, допустим, внизу графика, да, вертикальный объем, если этот объем начинает расти дальше, значит, что крупному игроку пристраиваются более мелкие, вот, и он начинает их высаживать, наращивая, наращивая свою позицию. Вот так и формируется какой-то основной, так сказать, кластер, вот, на более старшем таймфрейме, от которого идет распределение и продолжается движение в нужную ему сторону, в нужную сторону этого крупного игрока. Спасибо. В общем, из вашей логики исходя, весь трейдинг, он, это, так сказать, баланс между 159 и 275 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Так что здорово. Вот такая, друзья, у нас оценка финансовых рынков. Ну, а я лично вообще считаю, что финансовые рынки – это форма корпоративного сговора, вот, поэтому, так сказать, хаоса там особого нет, там, невидимая рука рынка хорошо видна, поэтому, ну, у каждого участника рынка свое мнение, о рынке без сомнений. Андрей, спасибо. Вовремя соскочить. Вовремя соскочить, да, забрать прибыль и уйти, чтобы не догнали, да. Вот такая, друзья, рекомендация у вас от опытнейшего трейдера на финансовых рынках Андрея Ковалева. Андрея Коваленко. Главное – вовремя соскочить. Для нас задача взять в день 14-15 пипсов. Вот взял, 150 долларов заработал и уходишь с рынка и все. То есть работаешь час и потом наслаждаешься жизнью и смотришь ее трейдер. Я понял. Главное – вовремя остановиться, что называется, да? Это точно. Спасибо огромное, Андрей, вам за ваш обзор, ответы на вопросы. Хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь. Хочу только сказать, что в следующей неделе мне не будет. Если вы позвольте, я немножечко отдохну. Конечно, конечно. Хорошо. Спасибо, что предупредили. Хорошего отдыха вам. Спасибо. До свидания, друзья. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok